Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и... Привет! Стесняшка Кристина! Ну да, вот так я её прозвала, потому что она немножко стесняется. Бас! Скромность не порог. Скромность украшает, но оставляет голодным. Мне всегда нравилась эта фраза. В общем, сегодня мы очень-очень много всего набрали в фикс праз и собираемся с вами это попробовать. Первое, что мы начнём. Знаете, что у нас есть? Пивас! Он безалкогольный, не волнуйтесь. Мы просто хотим попробовать, что это такое продают. В общем, с чего начнём, Кристина? С чего ты хочешь? Давай мы с солёного начнём. У нас много питья, да. Начнём мы... Давай с класс, я думала, будет очень вкусно. Давай с класс, попробуем. Давай. Давай, чтобы не пачкать эти кружки, мы с одной будем. Здесь лично ехали, хочется кушать. Да, мы голодные на самом деле. Так, значит, смотрите. Вот такое у нас пивко. Ноль безалкогольное. Трёхкорное. Нон-алкохоль. Ну, многие скажут, что меня, может быть, смотрят дети, да. Но безалкогольное пиво... Но хочется попробовать в самом-то деле. Ну, безалкогольное пиво это просто полезный напиток. Там, солод и отсутствие алкоголя. Вот так вот. Так что... Давай я открою. Давай. Открывай, пожалуйста. Я не могу. У нас ещё есть вот... Подделка. Это не пиво, это класс. Ну, как подделка? Не, не подделка. Это вот какая-то фирма такая. Так, набрали. И давайте класс ещё откроем. Вот такой класс ещё. Ну, всё, мы будем сразу эту... Ну, это сразу эту и ту. Чуть-чуть наливаем немножко. Не просто. Мы будем потом это запивать. Сейчас я возьму... Можно? Давай попробую первое. Конечно. И скажи своё мнение. Тазируем? Ну, понятно. Скажи, что безалкогольное, но такой специфический вкус, какой-то аромат присутствует. Трёхгорное. Ну, неплохое. Я просто пробовала другие безалкогольные, там, в Балтиках. Что ж? Нормально? Молодая мама начинает как с праздними, как с пива безалкогольного. Ну, а что? Квасик. Квас, кстати, неплохой. Ну, квас банка красивая, думаю, должен быть вкусно. Ну, вот обычный квас, как продаётся в бочках теперь. Только он немножко тепловат, у нас был бы холоднее, было бы лучше. Попробуй. Ой, кстати, у меня он очень даже вкусный. С беконом арахис к пивку как раз. Ну, это мы потом уже. Нормально, скорее, ногти. Расслабимся. Ногти, конечно. Нормальные ногти у нас, нормальные, не накрашенные. Это ты пробовать. Не будешь, правильно? Это будешь пробовать ты. Вот, кстати, я взяла снова паштетик. Вот, хочу, чтобы Кристинка ещё заценила. Состав здесь вообще, ну, как бы нормально, ничего нет. Вот, сейчас я прочитаю. Вдруг тебя оттолкнёт состав. Нет, давай не будем читать. Да. Она не хочет. Читайте, этим более. Главное, чтобы было вкусно. Вот я открываю паштетик, и Кристинка его попробует вот нашим хлебцом. Из фикс прайса тоже. И зацени, скажи. Нет, вот так прям, или все я пробую. Да. Это уже третье видео, где я ем этот паштет, и все убеждают, что что-что. Ну, мне кажется, неплохо, но его тоже нужно было в холодильник поместить. Оно не попало там, пока стояло в теплоте. Так, а у них их не надо в холодильнике хранить. У них же это же консервировано. Так, а что ты покупала и выкидывала? Нет, это я всё ела. Вкус. Вкус, наверное. Да, это я всё ела, причём ела очень быстро. Ты ложечку, наверное, дашь, от не ешь? Ещё ложечку, типа. Да. Какая ты у нас аристокраска. Мы тут всё руками. Мама набирается. А ещё знаете, что я купили? Индийское кофе. Вообще, самое прикольное, это индийское кофе, безалкогольное пиво. И что ещё прикольное? Необычное. Ты будешь нам обзорить? Кисломолочка. Фикс прайс. Вкусно, да? Да. Вот нам с Ленкой тоже очень сильно понравилось. Подожди, у тебя ещё томатный сок. Ой, ну томатный сок G7 мы, наверное, не будем пробовать. Все его знают, да? За сколько ты его сегодня взяла? 25 или 50 он стоит? Какая его реальная цена в магазине, интересно. Ещё. А, вот, кстати, вот такие штучки мы с мамой пробовали. Они очень-очень вкусные. И я их взяла снова, потому что в прошлый раз они прям хорошо пошли мне. Очень понравилось. Так, давайте начнём с того, что вы ещё не это. Просто кто присоединился, да, у меня уже три видео было с фикс прайсом. Я пробовала со своей мамой, с подругами. Вот, кто не видел, посмотрите. Так, для тех, кто новый. Давайте начнём для тех, кто мои постоянные. И мы будем пробовать то, что мы ещё не пробовали. Давайте я сделаю вот этот индийский кофе. Я его тоже попробую, потому что я вообще не представляю, как он пахнет. Может, ты откроешь так же? Или, ну, могут. Я же такая, что вот такую банку начну сразу ногтями, ногтями, чтобы сломать. Нафиг, ну, там надо ножом, наверное. Или вот так вот. О, ложечка просто. Раз. Запечатано всё. Что теперь здесь надо делать? Точно так же ложечкой. Раз. Проделай дырочку. Запах. Тебя не собьёт это? Какая-то странная арома, да? Ну, да. Ну, вкусный паштет очень. Мы должны попробовать. Слушай, это растворимо, хоть? Нет? Нет. Варить надо? На воду я тебе подходит. Прыжкообразная. Блин, хоть бы по-русски что написали, а? А вот для тех, кто в танке, по-русски написали. Способ приготовления. Положите 1-2 чайные ложки кофе в чашку. Залейте горячей, но не кипящей водой. И перемешайте. Всё нормально. Давай, пробуем. Ложечку, да, кладём? Или поменьше? Сколько ты пьёшь? Я получу пиво потом. Ты, ты... То есть для тебя пивко лучше, чем пробовать индийский этот... Боишься, что ли? Ну, я не боюсь, просто... Глубят людей не пиво, но губят людей кофе и индийский. Это у тебя. Это нормально. На запах не очень... А, сухой на запах не очень. А вот, кстати, вот сейчас... С кипятком, да, оставь здесь, пусть стоит. Селена. Селена, вот дай, не забывай, пожалуйста. Селена Ял. Ну что, попробуй? Самое интересное, что когда я с мамой снимала фикс прайс, я всегда сначала первой пробовала, потом давала маме. И все говорили, ой, а чё ты, типа... Ну, не все, а некоторые, там, хейтеры, наверное, говорили, а чё ты маме сначала не даёшь маме первой? А я ей говорила, что я берегу, сначала я должна попробовать. А с подругами Витя, наоборот, я такая хитрая. Ну да, попробуй, подруга любимая. Я, конечно, кофе люблю пью, но... Какой-то специфичный, вкусный, кажется, это не кофе. Это какой-то кофейный напиток, скорее. Нет, если туда добавить кофе... Ой, кофе. Если добавить кофейный напиток кофе... Да. Мёда, молока, ягода, доктор, мороженое, творог. Это получится классно. Слушайте, я, честно говоря, это ты пьёшь у нас без сахара кофе. Да. Ну, такой специфичный вкус, в принципе, можно попить его. Без молока, но... Для меня это горько вообще, ужас просто. Но для меня любой кофе без сахара и без молока будет ужасно. Но это сладкий, сладкий. Так, ладно, кофе чё? Да мне кажется, обычный кофе. Можешь ещё. А ты вот без сахара пьёшь и без молока? Ты хочешь сказать, что это такой кофе? Ну, я бы попила, в принципе, но... Но есть лучше, да? Я думаю, что я вторая рада бы, наверное. А ты какой кофе пьёшь? Ну, оно как... Оно... Да, разные. Одна из кафе, вот последняя... В общем, одни из которых на прилапках стоят, да? Индийский ты не пробовала, и ты хочешь сказать, что по вкусу отличается всё-таки, да? Да, московская кофейня, ну, поехали, как-то там. Вот она говорит. Индийская. Московь. Смотри, что мы... Молочка, продукт пастеризованный. Ой, ну, слушай, а чё? Ну, это Альпенгольд, Эрман, тоже известная марка. В принципе, ничего интересного. Ничего страшного. Ну, ты должна посветать. Чизер сначала. Чизер мы не пробовали. Чизер, вот это нам стало интересно, кстати. Какой-то сыр. Типа натуральный. Типа натуральный. Типа натуральный. Засушённый. А, это всё. Какой, да? Запах уже такой. Обычно вот этот вот это. Копчёный сыр. Копчёный сыр. Тут и написано, сырные завитки. Классический вкус. Прям к пиву вообще идеально. Это лучше, чем арахис в беконе или в сыре. Они что-то не айс были. Но лично для меня. Я обратно буду. Да я буду. В этот раз мы, я ещё купила, смотрите, моя семья кетчуп, да? Ну, понятно, что он будет нормальный, вкусный. Я всё равно попробую. Да, я просто попробую, что это за вкус. И всё. Обычный томатный взяла. Моя семья. Это тоже известно. Самое главное, что здесь написано только томаты, без яблочного пюре, без искусственных красителей, без усилителей вкуса и без ГМО. Я думаю, что нормально. И ещё я взяла соус вот такой вот. Смотрите. Вот такой вот соус. Можно туда макать, наверное, чизер. Соус? Да. Нужно нарезать. Давай, король. Сынонька, ты тут с нами снимаешь, да? Ну-ка. Давай с чизером, как тебе? Скучно, имбирь там, да? Да. Так, кто любит имбирь? Я не люблю имбирь. Зачем я это купила? Ты не любишь. Ну, что поймем. Тебе надо это кому-то отдать. Кто любит имбирь? Слушай, а когда у тебя богатые апартаменты, ты можешь на беду раздавать? Сколько? Всё равно. Ешь всё. Всё равно. Не, мои апартаменты не влияют на то, что я еху. Да, у меня всё яичница. И буду жить в хала будет. Всё яичница? Но есть я буду чёрную икру. В Фикс-Рассе тоже продаётся чёрная икра. Да, вот такое. Я буду есть чёрную икру с Фикс-Рассе. Так. Не, она нормальная. Ну, вообще, мне кажется, островато чуть-чуть. Это не нравится. Из-за этого. Островато, да. Вообще-то курица и крица. А, что-то вкусно. Мне напомнила это китайскую кухню какую-то. Или японскую, или что-то. Так, что у нас дальше? Ладно. Что дальше у нас? Давай молочку запробуй. Все ложки испачкали уже. Можешь оближишь вот эту вот после... Оближишь? Оближишь? Оближишь, слушай. Слушай, оближишь? Оближи. Сейчас мы испортим йогурт. Давай так. Давай. А вот вы, кстати, сдирайте отсюда вот. Здесь очень много. Пол-ложки точно чайный есть. Ну как? Мы из 90-х, детка. Тяжелая десть. Ну как? Обычный йогурт, да? Обычный китайский йогурт. Обычный китайский. Почему китайский? В экспрессе это не Китай. Ой, Селена. Ой. Деня. Смотрите, что тут есть. Смотрите, что тут есть. Вот такое что-то есть. Мой сыночка, ты такой ты у меня активный. Такой мальчик сильный. Так, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Будешь подержаться? Да, я хочу еще вот чай попробовать. Смотрите, какой я взяла. Мне вообще говорили, что какой-то тез, да? Чебрец. И, как его называют? И чебрец. И мята. Я хочу попробовать, но я не нашла. В экспрессе было только вот черный чай с чебрецом тоже. Из цедра и лимон. Я попробую его. Заварю сейчас. И тем самым мы еще попробуем вот, что я взяла. Из сладюшек. Ой, сейчас на дай мне покажу. Вот. Карамель. Карамель такая. Карамель. Все, у нас больше ничего нет. Казинак. Казинак. Казинак еще. Казинак еще. А еще, да. Блин, офигеть. Присядешь, налей, пожалуйста. Налей вас сейчас. Это уменьшаем немножко. Тебе уже сделают. Вот налей все-таки кипяточку сможешь достать? Смотрите, вот оно как выглядит. Вот такая штука. Нет, я с тобой много купила. Пробуем. Ой, прям обьянила. Какая прелесть. Ты правда? Да, прям ставила. Сразу настроение поднялось. Серьезно? А то я ехала, у меня не было настроение, телефон разбила. Да, кстати. Лайфхак покажем? Лайфхак. Может быть, кто-то постеснялся, но не мы. Говорит, налей, не кипятка. Это ничего, да? Телефон упал вниз. Какой-то балаган. Телефон упал. Экраном на пол, на плитку. К сожалению. Топила месяц назад. Мне кажется, я дурная. Тут же месяц, тут говорит, тут кричит. Тут надо Лайфхак показать. Я еще не успела сказать за эту вкусняшку, которую рыбал. Ой, ой, ой. Главное сына. Да, главное сына. Деня, Деня. Деня. Давай, мамечке, надо доснять чуть-чуть. Давайте скажу про вкусняшку сначала. Вкусняшка, вот, вкусная, неплохая, похоже чем-то на пикник, только уменьшена. Попробуем. Даже исследуют. Нужно заметить, что форма... А еще кто-то сказал, зачем ты берешь кусочек, половинку, а половинку даешь своему другу? Кто-то один в комментариях написал. Можно же взять целую. Зачем, брат, чест? В целую в рот не передается микроб. Я тебе говорю. Ну, аня. Майси. Мы живем по своим правилам. Не-не-не-не. Я серьезно его спрашивала. А, ты спрашивала? Сатаврот не передается микроб. Кто знает, скажите. Ответьте. Я просто спрашивала, этот парадонтоз передается ли. Это самое страшное, мне кажется, для зубов. Ничего не передается. Сатаврот? То есть, может, целоваться языками и не передается? Или передавая еду друг другу? Ну, вот инфекции там, чтобы... Ну, чтобы... Кристина, у кого ты спрашивала? Он из врача со стажем. Какого-то межища? Ну, пожалуйста, конкретные явки и пароль. Можно телефончик? Удачи. Он уже в администрации работает. Слушайте, кто знает, изо рот в рот передается микроб или нет? Напишите нам в комментариях. А еще мы хотели сказать лайфхак. Смотрите, Кристинка разбила телефон сегодня, уронила. Мы пришли... Как-то не видно, прям поближе. Там царапалось стекло. Если посмотреть, там прям сильно. Да. И царапалось. И придумали лайфхак такой вот. Я, кстати, это, наверное, в наборе лайфхаков покажу. Это прикол вообще. Просто скотч налепили. Мы пришли к тем, кто ремонтирует телефоны. Ну, они сказали, что это стоит очень-очень дорого. Вот эта вот тема. 5500 аж. 5500, да. По успеимости телефона. То есть надо заработать эти деньги случайно, да? Вот так вот. А, не такие месячные зарплаты. Куда? Месячные зарплаты? Куда? Кристина, где ты работаешь? Юристам нынче мало платят. Ну, в общем, скотч... Ну, все протерли вот так, да? И вот как пленку делают, так налепили скотч. Мне кажется, что это как раз-таки хороший вариант. Вместо этих дорогих пленок по 300 рублей. Сверху еще камушками можно залепить. Да, и все. Нарисовать что-нибудь можно такое. Наклейку из фикс-прайса наклеить. Да. В общем, если у вас разбился телефон, и вы, чтобы не царапались, ничего, то наклейте просто скотч аккуратненько вот так вот и все. Ну, хотя бы на время, пока деньги не заработаете. Да, пока. Пока что ты хоть... О, какой крепкий чай. Так что крепкий там? Вода уже остыла. Чебрец? 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 Я правильно сказала слово чебрец? Мне кажется, что... Чебрец есть. Тоже напилась. Тибрец какой он стоит. Короче, походу, пиво алкогольное, класс алкогольный. Мне кажется, там что-то подкидывает, чтобы там постоянно покупали продукты. В дальнейшем. Ты помогла? Да. Там непросто собрано. Вуся, на. Все, мы уже досняли почти. Потерпи. Потерпи. А ты казинак, вон, чего. Я уже надеялась, что все. Еще казинак. Сеночка, все, мама казинак сейчас попробует и все. Ты такой бордель сейчас на столе? Я сейчас это вам покажу. Сейчас я казинаку попробую и покажу, что на столе у нас. Короче, казинаки, едите аккуратно, чтобы целые были зубы. Казинака зачетная. Будешь пробовать? Аккуратно зубы береги. Печеньки. Я уже их пробовала. Ничего. Я их уже пробовала. Они просто классные. Я уже второй раз их беру. Не буду пробовать, ладно? Спасибо. Вот. И... Вроде все вы пробовали. Все вы пробовали? Смотри, все, что на столе есть. Мы все вы пробовали? Второй паштет еще? Не, не надо второй паштет. Второй паштет есть. Только и не второй паштет. Мы еще первый не дали. А-а-а, томатный соль. Но мы тоже его не будем пробовать, потому что все знают этот вкус. Ну, что это будет на завтрак. Казарный соль. Ты тоже хочешь поговорить, солнышко моё? Ты тоже хочешь? Тебе надо подрастить сначала и научиться разговаривать. А потом ты будешь тоже разговаривать. Мы папу ломаем, чтобы ты снимал что-нибудь тоже. Пока он нам не разрешает. Так, так, что осталось? Что осталось? Что я хотела сказать? Ну, вроде все сказали. А, я хотела вам показать балаган. Балаган на столе. Крестинка в шортиках. Это не трусы. Думайте. Кухня красоты, а что? Кухня красоты. Кухня красоты. Кухня красоты. Ладно, все, мои хорошие. Мы рады были для вас все это попробовать. Надеюсь, что-то вы интересное, полезное нашли для себя. Если так, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто первый раз. Впереди много интересного. Я для вас снимаю, готовлю. И я вас целую, обнимаю. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok